Как элемент проверки сравниваем значения count и valid n. Растягиваем на все значения, суммируем. Сумма должна быть равна нулю. Значит, первая проверка на отсутствие миссингов пройдена. Возвращаемся в SPSS и сортируем переменные уже в прямом порядке. Переменные, которые являются предикторами. Зависимую не надо сортировать. Отсортировали. Скопировали эти переменные из SPSS в Excel. И удалили дубликаты. Длина должна быть такая же, как и длина таблицы. У меня она такая же, просто надо сдвинуть на один вниз. Вот, теперь все четко. Обращаю внимание, что count и valid n, они не целые числа. Здесь есть дроби. И чем больше знаков взять, тем будут точнее в дальнейшем результаты. Я вот делаю 6 знаков после запятой. Обычно этого хватает. Можно больше сделать. Кроме того, мы должны создать еще одну переменную. Которая будет равна экспоненте от величины средней. Что это за средняя? Вспоминаем. Это средняя по зависимой переменной. То есть, для каждого профиля определяется среднее значение зависимой переменной. Здесь тоже, на самом деле, дроби. Не везде, правда. Но много где здесь дроби. Так и не видно. Так вот, мы берем экспоненту, поскольку в дальнейшем мы должны будем довешивать на эту переменную. А SPSS не воспринимает нулевые веса. Поэтому мы берем экспоненту. Это не приведет к смещению. Копируем. Вставляем. Еще я делаю фильтр, но чтобы продемонстрировать, что здесь не только целые значения. Вот, пожалуйста.